Многие из вас знают или хотя бы догадываются, что я болен тяжелой болезнью, манией очень длинных вступлений, мания навязчивая, я не в силах ей противостоять, и оригинальное вступление длилось аж 5 минут, я решил его перезаписать, не факт что получится, что я собирался сказать. Во-первых, в этом ролике не будет уже традиционного для этой рубрики обсиралово галимых текстов из топа ВК, и тут будут только хорошие тексты, собственно весь ролик будет посвящен исключительно замечательным ребятам из Анакондос, и у меня материала гораздо больше, чем на один ролик. Почему? Потому что конкретно этот видос я делал в партнерстве, можно сказать, при помощи замечательного человечка, фаната группы Анакондос, который просто написал мне в личку, мол, чел, вот так и так, я фанат Анакондос, и реально по совпадению я прям в этот момент делал про них ролик, то есть я это нигде не озвучивал, он просто написал, и так совпало, что попал прям в точку. Если вы воспринимаете это как вот призыв к тому, чтобы сейчас начать мне в личку херачить ваши труды творческие, не надо, они там погибнут. С вероятностью 95% я это не прочту, у меня просто нету столько времени, если вы куда-то хотите слить свой творческий потенциал, чтобы это не было в стол и вот в пустоту, то есть несколько путей. Это мой телеграм-канал, в который можно устроиться админом и писать туда хорошие текстулечки. Там вот уже собрана тусовка замечательных админов, которые пишут тексты про то, вот про что, до чего я на своем канале не добираюсь. Очень интересная хрень, крайне рекомендую. Собственно, если же вы хотите не столько писать, сколько какого-то коннекшена, то если мне понадобятся другие люди для вот таких же целей, для следующих разборов текстов, я об этом объявлю в инстаграме своем, поэтому советую туда пройти. А конкретно в этот раз, так как материалы гораздо больше, чем необходимо, а здесь мы будем говорить только про тексты, и конкретно, кстати, про политические тексты. Помните, я говорил, что в России они в основном херня собачьи, так вот, мое мнение отчасти изменилось, но скорее подвинулось об этом попозже. Но материалы у меня сейчас про анакондос больше, чем просто на ролик про тексты. Поэтому, если вы хотите отдельный ролик про анакондос, где я как раз использую у вас все, что у меня накопилось за время подготовки, то давайте наберем 30 тысяч лайков. Да, это такой типичный блогерский ход, попросить лайки за какой-то ролик, но просто мой контент и так сложно продвигать, а делать сложный ролик про группу, которые еще в итоге не посмотрят, я совсем не хочу. Ну, соряночек. И еще одна хорошая новость. Мы со следующего видоса будем каждый или почти каждый ролик дарить вам стикеросы. Вот эти вот шикарные, красивущие, распрекрасные. Вы наверняка их видели у меня в инсте, что я их постоянно клею, я в последнее время прям по нему горил и, возможно, даже однажды сделаю ролик про изготовление собственных стикеров там со своей рожей и какой-то условной символикой. Но конкретно мои охуенные стикеры, которые будут еще и в охуенном качестве, мы будем теперь регулярно слать за какие-то смешные условия в духе там лайк, колокольчик и коммент оставить какой-то. И если мне коммент понравится, или даже не мне, а другим комментаторам, то вы эти шикарные стикеры получите. Вот так вот, посмотрите, насколько я был быстрее по таймингу под роликом. Здрасте, вы на канале Сейна. Еще один маленький оффтоп, но по-моему он того стоит. Я заказал те самые носки с трампом на джуме. Вот, честно говоря, я обожаю современность именно за то, что у меня есть возможность потратить 150 рублей. И вообще из другой страны довести себе за эти копейки вот такой вот уникальный лот. Я, несмотря на то, что живу в Москве, и многие думают, что здесь есть вообще все. Здесь действительно есть очень много чего, но я не знаю, где, например, можно найти носки с трампом в Москве. И прочие сумасшедшие товары. Вот, например, еще я такую хрень заказал, и вот такую хрень. И да, есть аналоги, но именно так, чтобы вот заказать какую-то неведомую фиговину, это позволяют только магазины типа джума. Собственно, я сам сервисом воспользовался, мне вообще понравилась. Там такая удобная лента, то есть это уже не столько магазин, сколько специально набор приколюх. Целое приложение, состоящее из всяких приколов. И давайте не делать вид, что мы все так очень рационально тратим деньги. Это я заказал себе носки с трампом, а кое-кто заказал фигурку Итачи за 2000. Не будем показывать пальцем. А если вы волнуетесь, что вам придет что-то не то, что на фотографии, мало ли там что-то под фотошопили, или так удачно сняли, то вы можете мало того, чтобы прочитать отзывы реальных покупателей, вы можете также с ними списаться вплоть до нескольких месяцев после того, как товар появился на площадке. Можно списываться с теми, кто его уже заказывал, и узнавать их отзывы, как у них там, живо, не живо, сломалось, не сломалось, вот, подходит, не подходит, в общем, прекрасно. И при этом есть куча акций, которые нельзя представить в обычных магазинах в духе акции скидка часа, когда какая-нибудь штука, которая стоит 1000 рублей, конкретно на час, становится, допустим, 200 рублей. И это сверхвыгодная сделка. К тому же, что прямо сейчас, перейдя по ссылке в описании, вы можете получить 5% скидку вообще на что угодно. Поэтому настоятельно вам рекомендую, если вы не можете найти какую-нибудь интересную хрень или жаждете интересную хрень, что тоже нормально, переходите по ссылке в описании и закупайтесь, а потом хвастайтесь. Собственно, я скоро похвастаюсь всем тем, что заказал, и покажу, что вообще мне пришло. Так вот, что же такое Pausern Rap. Рэп. Сложно выговаривать и также сложно осознать, в чем смысл, потому что даже если просто гуглить, то результаты будут очень разные. И сама группа, естественно, выдумала название этого жанра, чтобы, собственно, объяснять каждый раз свою мультижанровость. Там вот, рэка-рэп. Но нам ведь, ребята, мы с вами публика прошаренная, нам не интересно отнести это к рэпу или к року. Нам интересна более смысловая наполненность этого термина. И в этом смысле его чаще говорят, что это одно и то же, что и нёрдкор. И как раз-таки слово нёрд, а по-русски ботан, говорит о том, что это сейчас будет чисто наша территория тексточков. Прям вот то, что мы с вами любим. И я, пока готовился к ролику, посмотрел несколько интервью Anacondas, и я очень во многом с ними согласен, именно с точки зрения подхода к музыке. То есть даже несмотря на то, что их тексты довольно сложные и гораздо круче с точки зрения формы написания, качества исполнения, чем у кучи других исполнителей, они, тем не менее, говорят о себе, что они просто поют песенки. То есть это не то, что какое-то великое искусство, как я говорил в предыдущих видосах, а это именно просто песенки. И почему я так заостряю на этом внимание? Потому что как раз-таки у меня ощущение, что очень многим не хватает этого осознания, что это просто песенки. Я регулярно читаю комменты в духе Сейн. Скажи, что думаешь про Илью Масодова и его роман «Мрак твоих глаз», да и в целом про мрачный стиль повествования. Ёбаный рот, мрак твоих глаз! Может, это и хороший роман, но у меня нет никакого желания прикасаться даже к тому, что называется «Мрак твоих глаз». И это относится как к музыке, литературе, да вообще любым художественным проявлением, если не стоит какой-то самоиронии, и ты не чувствуешь какой-то границы того, где ты уже начинаешь выглядеть нелепо, как там условно постаревшие металлисты, которые с пивными пузанами и лысинами поют про ту же сатану, или ровно так же, как пирокинезис, у которого там вечные ангелы и демоны. И мне ведь в комментах пишут, что пафос — это просто стиль такой! А, блядь, ну понятно! И поэтому, когда находятся исполнители, которые дрочатся над текстом, но при этом не считают необходимым добавить тонну пафоса и относятся к себе иронично, это золото золотое. Собственно, другим представителем вот похожего жанра и отношения к музыке является, естественно, Нойз МС, до которого мы тоже однажды доберемся и сегодня также упомянем. И самое охуенное, что это ироничное отношение анакондесы доводит вплоть до того, что сам рэп, который они читают, он тоже обернут в иронию. То есть, например, я смотрю на твоё фото с букетами роз, ты стала сексуальнее и горячей, тебе так идёт мой хламидиоз, тебе так к лицу мой герпес и ВПЧ, и твоему новому парню, кстати, кто он там? Повторяется, повторяется, повторяется. Ты так хотела, чтоб перестал долбить крэк, спать фанатками ни о чём не париться. Ты так хотела, чтобы посвятил тебе свой рэп, самый охуенный рэп бэк-вокалам, надеюсь, тебе нравится. То есть, здесь же, ну то есть, очевидно, что они иронизируют, и что для них, вот как раз-таки, эта история про мультижанровость, она шире, потому что они этим рэпом пользуются. То есть, они и в музыкальном смысле мешают типичные для хип-хопа вещи со всем остальным, и ровно так же они используют и смысловые вещи из хип-хопа. То есть, в этом плане, наш с вами пост-ироничное эра заимствования предлагает нам вот такие брульянты, когда ты можешь не на серьёзных щах рассказывать про свой район и гетто на русском языке, а можешь сделать это в ироничной форме, и будет звучать это гораздо лучше и приятнее. И, собственно, эта же песня, я не буду зачитывать вам дальше текст, чтобы вы её послушали. И вот, если вы её не слышали ни разу, вот здесь паузу поставьте, послушайте и потом продолжайте. Всё, я дал вам возможность. Охуенная фича с группой Луна! Как гениально! Я честно, когда слушал, я охерел. То есть, понимаете, с самого начала они заявляют вот такую говнарскую атмосферу про то, что на фестивале кто-то блюёт на берца своей девушки под группу Луна. И я, когда это слушал первый раз, я реально думал, блин, наверное, группа Луна обиделась на это, как-то отреагировала. И потом херак она вступает. То есть, понимаете, это натурально панчлайн, но не словами, а как бы действием. И в этом плане почти каждая песня «Анаконда» содержит какой-то прикол. Ну, по-хорошему, каждая, просто характер приколов разный. И вот подобные находочки — это золото золотое. Потому что понятно, что это не несёт в себе какой-то серьёзный смысл, что вот они пели про группу Луна, а потом группа Луна. Это именно прикол. Но музыка — это и есть всё ещё часть развлекательной индустрии. Собственно, нет ничего плохого в том, чтобы прикольнуться. Главное, чтобы прикол был годный. И это годнейший прикол. И при том, вот мысли, которые я сейчас озвучиваю про «Анаконда», многие из них были озвучены прямо в песнях. В этом плане они прекрасны в плане рефлексии над собственным творчеством. Именно что эти приколы они пытаются как-то осмыслить. К этому же относится песня «Пока не готов», «Я пока не готов тратить деньги на текст, что-нибудь придумаю сам». Да как же охуенно! Это просто как вообще заход для песни. Что вот все нормальные люди, чтобы текст был нормальный, за него платят. А я вот сам пишу, терпите. И ровно так же они в одной из своих песен упоминали про песню «Привет, Гэ», которая в оригинале называлась по-другому. Называлась она «Привет, Гитлер». Но слово «Гитлер» iTunes посчитал экстремистским. И поэтому поставил им ультиматум, что либо вы удаляете сам трек с площадок, либо меняете его название. Было принято решение о смене названия. И в этом плане хочется очень сильно обратить внимание на сам текст. Сам текст начинается вообще с того, как будто главный лирический герой идет копать грядку. Грабли, лейка, тявка, панамо-диктатор, дачные хлопоты, грядки, работа лопатой, истребление ростков сорняков в пользу редких пород, благородных сортов. Идея превосходства против идей братства работают часто не только на садовых участках. Но именно здесь я вкурил смысл и в мозг ударила мысль бросить автору вызов. Это когда ты первый раз слушаешь, еще как бы не представляешь, что тебя ждет впереди, ты думаешь, что это все еще приколы над грядкой. Но это уже как бы отсылка к следующей части трека. Потом, собственно, главный герой лезет глубже-глубже-глубже-глубже под землю, добирается до ада, и гениально кекный припев. Тоже как бы ощущение, что песня просто поржает, что типа копал грядку, копал вглубь, докопал до ада, и до Гитлера доебался, мол, сейчас я тебе все припомню. Но! Второй куплет. Ахтунг, полицай, идет по улице, холокост, газенваген, итог, геноцид. А теперь блок-пост, стоит отряд милиции, матч Спартак-Зенит в твоих лучших традициях. Или вот, что могло тебе только сниться. Твои маршируют в центре, у нас в столице. Интеллигенты с виду такие умные лица. Фред Перри и Лонгсдейл скрывают бицепсы. Это провокация, ситуация в норме. Так говорят, уполномоченные люди в форме. И не поймать их за руку, так как берут на лапу. На первый взгляд НКВД, а по сути гестапо. Ни хрена себе, а? Вас как бы взяли, поймали первым куплетом просто на приколе, потому что, ну, вряд ли вы там искали песню, потому что вы большой фанат Гитлера. Ну, правда, вряд ли. То есть воспринимали это именно как кек над запрещенной темой. Такое многие любят. Особенно всякие люди непонятных жанров, как паузерн рэп, да? Но в действительности это критика современных вот идей национализма, которые у нас весьма и весьма распространены. И я вот, например, большой любитель стикеров на улице. И я-то люблю всякий стрит-арт. Но если вы будете ходить по улицам и обращать внимание, чем вообще ваши города обклеены, то огромное количество из этих стикеров — это различная символика вот радикальных организаций. При этом, если вы почитаете про то, что происходило вот у нас в стране лет 10-15 назад, то окажется, что они были еще и гораздо активней и гораздо более явно видны всему обществу. Ну, короче, это большая история. И, в принципе, сама по себе идея превосходства там своего этноса, своей соцгруппы. И, короче, превосходство любых одних людей над другими — это такая когнитивная ловушка, в которую очень легко попасться и моментально найти себе кучу подтверждений и сторонников. И, собственно, тема очень важная, социальная. Это вам не молчи, блядь, группа Кис-Кис. И тут оно подано не в духе «Евреи тоже люди». Там Гитлер был плохой или любая другая вот такая вот прямая фигня. Собственно, в интервью Дудю Анакондас высказывали вот ровно ту же позицию, которую придерживаюсь я, что там группа порнофильма, может, и большие молодцы, но мне это совершенно не нравится, потому что мне это совершенно неинтересно. Я не понимаю, зачем мне в музыке слышать «Путин плохой». Не как сам факт, да, а как то, что музыка — это музыка. Нахрен мне здесь твои политические агитки. Это вот поэтому там вот Навальный говорит, что Путин плохой, а музыканты говорят что-то другое, потому что они музыканты. Если бы это было одно, то как бы Навальный собирал по-олимпийски. Потому что есть политики, которые говорят политические лозунги, а есть музыканты, которые дают образы, ну, пищу для размышлений. Это должна быть в первую очередь хорошая строчка. Если ты хочешь высказаться о политике, ну, твит напиши, а в песне заверни это как-то круто. Я придерживаюсь такой позиции. И в этом плане «Анакондас» — это именно оно. И в смешную песню «Привет, Гитлер» и вот как оно в итоге «Привет, Гэ» запихнуть такой крутейший подтекстище, ну, который при этом, ну, я не знаю, мне кажется, его нельзя не понять и не услышать вообще, не распознать, разве что там второй куплет не послушать. Вот. Но при этом оно не подаётся как вот морализаторство ебучее. Это именно мысль и именно почва для размышлений. И вот это яркий пример того, как песня может быть вот на самом деле со смыслом, но при этом там вот в этой строчке бэк-вокалистки кричат «Мы любим тебя, Адольф!» А тем не менее песня-то весьма осмысленная. Гораздо более осмысленная, чем многие из тех, что осмысленными считают. Я зачитываю только куски текстов, потому что двухчасовые ролики вы уж точно смотреть не будете. Официант, тащи, закусить и выпить. Пока я хоть что-то соображаю, счёт покроет мой гусарский китель, уницикл у входа забери на чай. Поскольку весь съеденный допинг в моём теле достиг критической массы, я завещаю его в полном объёме, обтекаемом формам медного таза. Ну, в смысле, медным тазом накрылось. Разрушать всё вокруг вообще не круто. Моя деструктивность направлена внутрь. За ваше здоровье, за счастье, за идею я поднимаю целлофановый пакет с клеем. Я спокоен, мой больной характер, искалеченный социумом и природой, по большому счёту лишь маленький фантик. В океане загородной свалки отходов. Я гуляю нарядный и злой, таксиста ловлю, кричу во всё горло. Вези меня, брат, мой адрес такой, планета Хаксли, вселенная Орвала. И вот эта припевная часть уже была, и совсем припев. В голове мусор, под ногами грязь, и в карманах пусто, но я иду гулять. И это повторяется. И ведь, по сути, с точки зрения состояния, которое здесь вот пытается автор текста передать, это примерно то же самое, что у Ленинграда, а мне всё похуй, я сделан из мяса. Правда, та, она более позитивная, но это вот такой вот, знаете, именно меланхолия и фатализм. Что вот когда ты именно измучен происходящим, и да пошло оно всё в пизду, по сути хочется сказать. Но при этом само чувство гораздо глубже. И, в принципе, искусство это вот про то, чтобы находить отражение в себе. Здесь я просто вот прям смотрю в себя. Вот я упоминал, что очень важны хорошие формулировки такие, за которые хочется сцепиться, и хочется вот с момента, как ты это услышал, дальше свои состояния описывать этими словами, потому что они были так блестяще найдены. И вот здесь вот очень тонкая идёт передача этого самого тонкого состояния. И без излишней вот этой вот, я страдающий падший ангел, а нет, я, блядь, поднимаю целлофановый пакет с клеем за ваше здоровье. Ну как круто! И вот я иду гулять, это как раз-таки пример того, что это условная дуальность, что есть искренность и ироничность, и что это как бы разные категории. Что ты либо так как-то шуткуешь, веселишь, находишься в каком-то образе, или ты искренне настоящий, и тогда ты, я сломлен внутри, во мне живёт грустный червяк тоски, и он меня жрёт изнутри. Вот какая-нибудь такая херня, что это как будто вот две полярности, да? В действительности всё наоборот, в действительности эти тексты выглядят вымученно, и как будто не относятся к их автору. Это всё выглядит как уже тысяча раз пережёванное говнище, которое совершенно ничего не отражает, потому что это, а, пафосно, и это вот то же самое, что депрессию у там 13-летних детей, а, б, это, как правило, заезжено. А здесь, за счёт того, что оно обёрнуто вот в такую вот ироничную форму, ты можешь представить, что ты так скажешь, твой друг так скажет, вот ты бы так выразил то, что происходит с самим собой. Когда ты рассказываешь другу там про свой депрессняк, ты ему не говоришь про паджевого ангела, ты ему говоришь так, что, вот, блядь, хуёво, понимаешь? Это скорее мемы про самовыпиливание, и как раз-таки мемы про самовыпиливание и обладают такой популярностью, именно потому что люди находят вот в этом себя, и понятно, что мем не то же самое, что песня, но с точки зрения узнавания себя вот в каком-то продукте чужого дворчества, это именно оно. И в данном случае шутка и ироничная форма может быть гораздо эффективней, правдоподобней, въедливей и точнее с точки зрения высказывания, чем вот любая вот эта вот пафосная бравада. И здесь я хочу заметить, что если вы досмотрели до этого момента, то вам наверняка нравится Anacondas уже там давно, или вы заинтересовались ими прямо сейчас, просто включили там мой видос, досмотрели до сюда, и такие, о, группа интересная. Хочу заметить, что мне звук Anacondas скорее не нравится, то есть я могу послушать их песни, да, но при этом само по себе звучание, ну блин, ну не очень, это чисто вкусовщина, и я не хочу сказать, что музыка некачественная, именно вот совсем не мое. Но есть у них акустический лайф, который вот супер недооценен, потому что, по-моему, на нем все песни, которые сыграны, звучат на 10 голов круче, чем в оригинале. Они приобретают такую ламповость и естественность исполнения, потому что Anacondas это как бы всю жизнь реп, да, под живые инструменты. Но понятно же, что оно там все столько раз подтюнено, обработано на сведении, что это не звучит как живое, а там они реально сыграли акустический лайф с зачетонами. А я обожаю зачетоны под акустику! У ребят бешеный концертный стаж, и я вот под роликом оставляю ссылку именно на этот акустический лайф Anacondas, который я вам крайне рекомендую и вот фанатам, которые его не слышали, почему-то, блядь, и людям, которые с Anacondas еще и знакомы, не знакомы, вам, возможно, зайти в это будет гораздо приятней именно через этот акустический лайф, потому что это вот мое самое любимое из всех Anacondas за все время. Теперь, наконец-то, уже плотно про политические тексты, и в этой связи хочется взять три работы. Одно это не курю, второе это Дубак, и третье это Пусть они умрут. Собственно, почему эти три? Потому что, по-моему, это такие три градации. Смотреть на них стоит именно с позиции, что хорошая песня и хорошее высказывание, даже в рамках того, что это крутое и музыкальное высказывание, это все равно две характеристики песни, которые очень сложно сделать хорошо одновременно в одном произведении. Потому что иногда, чтобы сказать что-то точнее, приходится пожертвовать рифмой, ритмом, какой-то звучностью, каким-то приятным образом, и в итоге, конечно, есть исключения, но большинство песен, которые содержат крутое заявление, они не так круты музыкально. И наоборот, более музыкальные песни наименее внятно что-то выражают, ну или, по крайней мере, более туманно трактуются. Начнем с Никурю, она из этой троицы нравится мне меньше всех, и ее вот, вот эта анакондосовская фишечка в данной песне, это аналогия между отношениями человека и государства и абьюзивными отношениями, просто между двумя людьми, при том, если, вот я не понимаю, есть ли люди, которые могут в данном случае эту аллюзию не понять, потому что текст там такой, я занял твое сердце без единого выстрела, ты вроде вся проголосовала за это, друг друга мы будем любить так же неистово, как я люблю тушить об себя сигареты, и потом панчлайн, а я ведь даже не курю. То есть именно что настолько сильный он кайф ловит от насилия, что даже специально вот сигареты поджигает и тушит их об нее, что вот, хотя сам не курит. Офигенная находочка, однако по самому тексту, по-моему, эта аналогия, она в итоге, когда они пытаются это в тексте сплетать, начинает звучать как-то натужно очень, и в духе ты вся проголосовала за это. Сделаем вид, что говорим правду, зачем нам эти душные драмы, траблы, наши проблемы свежие, как динозавры, никогда такого не было, и вот внезапно. Все в этом мире не поверишь, старо как мир, и я хочу себе дом и настоящий камин. Нахуй Вавилон и Олимп, я боюсь высоты, дураков, и что меня убьет холестерин. В остальном, я уверенный юзер, сплю на пуде, ненавижу, когда меня грузят, часто ошибаюсь в выборе галстуков и аллюзий. Ага. То есть по уровню текста все еще очень круто, все еще это бодро, ритмично, классно написано, и на музыке звучит хорошо, однако, очень мало в итоге хороших находок именно с самой тематикой, потому что в данном случае как-то шестеренки не встали, вот, и именно, и здесь, по-моему, не получилось не в хорошие, не в какую-то крутую прям музыку, и не в какое-то крутое, вот, заявление, да. Пусть они умрут, ситуация, по-моему, опять же, это уже чисто в кусовщины идет, потому что, очевидно, материал хороший, опять же, здесь все ради того, чтобы был дискус про тексты, и вот, мое вонючее мнение, здесь получше. Что посеем, то и пожнем, что выложим в сеть, то и посеем, контент плодится, тащи ружье, это гремлина бросили в бассейн, здесь стоит пояснить, гремлины боятся воды, и, собственно, вся эта история про правительство, которое хочет там ограничить интернет, ограничить все, что можно, правительство, ограничивающее интернет, у анаконда с целой песней про пакет яровой, смотри на меня, которая, кстати, есть в акустическом лайве, то есть, скорее всего, они это же имеют в виду, да, и гремлина бросили в бассейн, то есть, привели его просто в максимальное раздражение, и еще фишка в том, что гремлины, они ненавидят технику. Чуток и тих сон репликанта, электроовцы блеют на удачу, какой им, блядь, тест Войта Камфа, им пройти бы капчу. Репликанты и тест Войта Камфа, это из произведения Филиппа Дика, «Мечтают ли андроиды об электроовцах», вроде так называется, у меня давным-давно был про него ролик, вот настолько давно, и репликанты, это копии людей, можно сказать, то есть, то же самое, что зомби, NPC, суррогаты, и еще огромное количество названий, вот даже андроиды, это вот абсолютно в ту же степь, потому что и научным фантастам, и авторам песен, и просто всем-всем-всем, самым разным творческим людям, приходили мысли про то, что мы какие-то одинаковые, до хрена, что мы все копии друг друга, и многие люди живут, как будто по привычному распорядку, и эта мысль, она на поверхности, и каждый человек, который занимается творчеством, до нее доходит, и как раз таки вопрос именно в этом, что ты вот, когда до нее доберешься, ты напишешь, что типа, «Я не пойду на завод, потому что я не такой, как все», или ты сделаешь какую-то крутую отсылочку, и собственно, используешь, вот допустим, в данном случае, отсылку к художественному произведению, и вот как раз то, что такая вот банальная, привычная мысль, завернута вот хоть куда-то, потому что, и этой мысли, мне кажется, очень много времени, вот Матрица, я уверен, именно этим вдохновлена, опять же, тот же Филипп Дик, ровно этим вдохновлен, то, что эту мысль, в итоге, вот во что-то интересное, и нестандартное завернули, это просто респект, респектович, и собственно, тест Войта Камфа, это тест на определение, ты являешься вот репликантом, этим, этой копией человека, или же ты все-таки настоящий человек, к слову, я попытался пройти, я репликант. Идея редкость, единороги, живут сутки, успевай свайпать, че за телка, ютуб-блогер, я бы кинул ей пару страйков, двинуть бы вокруг света, но упал самолет, помялся ватник, и кашель с кровью, плохая примета, ты там это, будь аккуратней, здесь ничего сверх особенного, просто крутая образная вещь, что кашель с кровью, это именно плохая примета, хорошая словесная находка, ну и ты там это, будь аккуратней, это такое вот жизненное наблюдение, очень приятная, хорошая вещица, и мне все это нравится, хотя как раз тот самый Константин Крутиков, так зовут этого замечательного человека, который помог мне с поиском инфы, для этого видоса, который фанат Anacondas, он написал, что мол, это уже не те Anacondas, которым он привык, которых он любил, потому что это слишком грузище, слишком тяжелое, в смысле звука, и в смысле того, какие темы поднимаются, как раз таки того самого иронизирования, и легкости, здесь ее гораздо меньше, и это действительно так, но я вот не испытываю какой-то особенной привязанности, к старому звуку Anacondas, и поэтому эти эксперименты, мне наоборот, доставляют дикое удовольствие, очень интересно смотреть, как тот самый, вот этот вот крутой подход к написанию текстов, теперь используют вот в новом русле, потому что они растут как люди, растут как исполнители, и круто видеть новые грани, и вот я говорил, что три песни, не курю, пусть они умрут, и третья, дубак, и почему, собственно, пусть они умрут на втором месте, а не на первом в этом списке, потому что там есть нойз, и не то, что нойз делает эту песню хуже, а просто, когда вот у тебя есть вот такое сравнение двух текстов, ты понимаешь, что все-таки Anacondas не до конца на своем поле, потому что нойз на своем, парт Anacondas крутой, но сразу туда же вклинин парт нойза, и черт подери, какой он шикарный, вот в принципе, сама песня, она офигенная, но вот опять же, я бы с удовольствием послушал ее акустическую версию, потому что эти блядские садовые гномики, ну как они плохо там звучат, ну как вообще не в темно, какой интересный звук, какой офигенный парт нойза, какой охуительный этот диалог девочки с мамой, которая собирает ее на демонстрации, и дает ей коктейли молотого, там зажигалочку, тыры-пыры, офигенная находка, и какие всратые эти гномики, так вот, извините, возвращаемся к текстам, Нойз в этом давно, у Нойза можете найти древние-древние фиты с Ляписом Трубецким, и у него там ровно та же тема, он вот свою оппозиционность, и активную гражданскую позицию, начал давным-давно проявлять, и сейчас он уже взрослый человек, у которого очень взрослые воззрения на это, и вот просто высшей точкой, по-моему, вот есть у нас, повторяю в 151-й раз, есть у нас музыкальность, и есть у нас высказывания, да, в музыке, вот у Нойза все как у людей, это вершина крутого высказывания на социальную тему в музыке, это просто высшая точка, это охуительно, это не столько, вот опять же, про музыкальность, это в первую очередь не крутая песня, а крутое высказывание, которое тебе захочется переслушать, именно из-за того, как оно офигенно завернуто, а не потому, что вот запомнился мотивчик, и именно, когда необходимо сделать высказывание, органичнее всего себя чувствует Нойз, если вам вот прям интересно дофига тема политических текстов, и моего к ним отношения, а это не чисто мой странный загон, то напишите об этом в комментариях, но у Анакондас как раз, по-моему, противоположное, когда они находятся вот на этом поле, на поле заявления позиции, они не так уверены и органичны, как на музыкальной почве, и по-моему, об этом как нельзя более ярко сообщает песня Дубак, тут я даже текст зачитывать не буду, потому что, во-первых, вы наверняка ее знаете, во-вторых, там просто очень прозрачная аналогия, что между временами года, и, собственно, ситуации в стране, то есть весна как политическая, и весна как время года, опять же, офигенно сделано, то есть, опять же, не сложная метафора, да, но при этом сама по себе песня такая клевая получилась, это, вот мне кажется, на любой площадке, это одна из самых популярных песен Anacondas, при том, что у них дохеролеон песен, и есть гораздо более хитовые, это тут же многие хиты подвинуло, просто потому, что это как музыкальное произведение, офигенно, вот, и считать там, как раз-таки, этот подтекст, мне кажется, не так сложно, и это какое-то лукавство, по-моему, думать, что большая часть людей, они такие, песня про то, что весна, скоро, это так офигенно, действительно, я люблю, когда приходит весна, и поэтому, хочу слушать про весну, песню, безусловно, такие и есть, но это, по-моему, не столько аудитория Anacondas, и вообще похожих исполнителей, поэтому думаю, что на свою аудиторию, и на потенциально новых, даже, своих слушателей, Anacondas тем самым, оказывает офигенное влияние, и гораздо более крутое влияние, чем любые позитивные, ой, блять, позитивные прямолинейные песни, про всю нашу политику, и любую социальщину, любого другого рода, потому что строчка, которая родит в тебе мысль, гораздо лучше, чем агитационная строчка, и не могу вам под конец еще раз не посоветовать Live Anacondas, я, опять же, ссылка в описании, послушайте его, он правда того стоит, и правда очень недооценен, особенно если вы не знакомы, и тем более, если вы знакомы уже с самой группой, и, собственно, я его в своем закрытом паблике раза три уже, наверное, постил, просто потому что хочу, чтобы как можно больше людей его услышал, да и в открытом постил, а еще про телеграм говорил, да про все я вам говорил, если вы его, аж до этого момента досмотрели, вам, наверное, мои ролики нравятся, ебанить колокольчик, там включить все уведомления, поставьте лайки, комменты, вот просто всю активность делайте, что можно, потому что сложно мой контент-контенча продвигать, а на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки, та-